Что такое магнитная лента, чем она отличается от виртуальной стены? В комплекте дополнительно бывает, это в принципе тоже считается датчиками, виртуальная стена и магнитная лента. Виртуальная стена, как правило, выглядит вот таким вот образом. У нас в комплекте нет виртуальной стены. Здесь тоже инфракрасный датчик, который посылает сигналы время от времени, таким образом он как бы преграждает путь роботу-пылесосу. У нас запрограммированная магнитная лента, у Tefal это виртуальная стена. Радиус действия такой виртуальной стены составляет вокруг нее 1 метр. Представьте себе ситуацию, вот у вас покупатель спрашивает, объясните мне, чем вот эта стена хуже магнитной ленты? Батарейки согласны, дополнительные расходы, это правда. Здесь, кстати, их 4 батарейки. Ну то есть если датчик может перевернуться, у него меняется резко радиус действия. Более того, если его вот так поставить, у него уже другой радиус действия. Если есть домашнее животное, маленький ребенок, он может сдвинуться, действительно робот тоже может не среагировать. Можно споткнуться. А магнитная лента это как, знаете, такой небольшой порожек, при том, что он плотно прилегает к полу, его очень сложно спихнуть. Более удобный в эксплуатации и никаких затрат не требует. Здесь, по-моему, 70 сантиметров. Если у вас порог меньше, можно порезать магнитную ленту. Из-за того, что радиус действия виртуальной стены составляет метр вокруг, то есть робот-пылесос как минимум на 50 сантиметров не доезжает до виртуальной стены и, соответственно, он разворачивается и уезжает обратно. Я вам это видео покажу. Когда мы говорим про магнитную ленту, робот подъезжает вплотную, но за магнитную ленту не заезжает, возвращается назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова